Где-то высоко-высоко чей-то пролетел самолёт и соединил берега лёд. Где-то далеко-далеко страшно жить и страшно не жить, тонкая и самая бесценная нить. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех на нашем канале, всех наших друзей, подписчиков и просто зрителей канала. Сегодня мы с вами находимся возле завода Карданных Валов. Находится по улице Краснознамённой, а сейчас она называется Александровская. Расскажу вам немного истории завода, а также реальности. И поверьте, рассказать есть что. Расположенное в Херсоне открытое акционерное общество Херсонский завод Карданных Валов промышленное предприятие, входящее в состав холдинговой компании «Автокрас». Основан завод в 1925 году как предприятие по производству и ремонту сельскохозяйственной техники. Сначала на нём работало всего 28 рабочих. Но с развитием промышленности и сельского хозяйства в СССР начал завод развиваться. И в 1933 году количество рабочих достигло уже тысячи человек. А предприятие изменило своё название на моторный завод имени 15-летия РКК. Мы движемся к направлению центральной, дальше проходной. Сейчас центральная проходная вот в этом месте. Вот здесь так. Здесь никого нету, ни души. Ну и гребень сейчас тоже. Все уже чай пьют. Значит, предприятие до сих пор работало и выпускало продукцию. Это не стоящее предприятие, это работающее. Вот мы видим техника. Вот, посмотрите. Стоит техника на заводе. Вся информация снята с стенду. Ну, тут стенды есть. Вся информация снята. Информации нету. С 1958 года основным видом продукции завода становятся карданные валы для автомобилей Горьковского автозавода «ГАЗ». Затем предприятие начинает выпускать тот же вид продукции и для Кременчудского автозавода «Крас». К 1990 году Херсонский завод карданных валов продолжает осваивать выпуск все новых и новых видов карданных валов и становится одним из ведущих в этой отрасли производства. После развала СССР завод, как и большинство промышленных предприятий страны, переживал серьезный кризис. Резко упали объемы производства. Сокрастилась численность работающих. Но с 2002 года предприятие начинает отвоевывать утраченные позиции. Осваиваются новые виды продукции. Кроме карданных валов, завод начинает выпускать штампованные заготовки для ремонта и производства железнодорожного транспорта, мелющие шары повышенной устойчивости для горнообогатительных комбинатов и цементных заводов. С каждым годом стремительно растут объемы производства. Компания экспортирует свою продукцию в следующие страны. Болгария, Беларусь, Армения, Эстония, Казахстан, Латвия, Польша, Россия, Туркменистан и Узбекистан. Но, ребята, все это уже история. А реальность же такова. Как мы видим, здесь охраны нет. Дальше мы наблюдаем кознешно-прессовый цех. На нем стоит уникальное оборудование, тяжелая пресса. Один пресс стоит 100 тысяч долларов, который может выпускать, в принципе, разную продукцию. Но ничего не работает, все закрыто. Реально. 14 января 2020 года около 19 часов на территории Херсонского завода карданных валов, перепрыгнув через забор, проникли два человека в черных капюшонах спортивного телосложения и два человека в форме охранной службы «Кобра». Они набросились на двух охранников завода, связали их, взбили замок с проходной и запустили на завод остальных сотрудников фирмы «Кобра», ожидавших на улице. Силовое проникновение в стиле 90-х происходило на глазах у охраны завода. И первое, что было захвачено, это административное здание. Вызванные на место следственно-оперативная группа зафиксировали факт и пояснение очевидцев, а затем тихо покинули место, не желая даже посмотреть, на каких основаниях люди проникли на территорию завода. А уже в ночь с 14 на 15 января, по словам очевидцев, с территории завода выехали первые два грузовика с металлоломом. Мы находимся возле административного корпуса. Охраны на территории нет. Плохой признак. Зато стоит охрана. Вон «Кобра», еще там машина охраны. Вот, где-то так. Здесь мы видим выездные ворота. И здесь находится раздевалка, корпус, бытовой корпус для рабочих. Дальше идет цех номер 4 и номер 5. Мы наблюдаем. На заводе тишина. Все информации о доске, досок объявления сняты. С утра, 29 января, рабочие завода «Карданных валов» вышли на митинг проходной. Работники протестовали против закрытия завода и распила его на металлолом. По словам участников акции, завод пытается закрыть новые владельцы. Они отметили, что их не пустили на рабочие места. Собравшиеся обеспокоены тем, что они будут выброшены на улицу, остаются без работы и средств к существованию. Также, как рассказывали протестующие, еще в мае месяце завод был захвачен рейдерами. Руководство и рабочие узнали, что предприятие было куплено с торгов за 2% от заявленной суммы. Так, завод вместо заявленных 614 миллионов гривен был продан за смехотворные 11 миллионов 700 тысяч гривен. И после этого с предприятия был уволен весь руководящий состав и рабочие. Кроме того, вместе с заводом также ушло 20 гектар земли на берегу моря, пансионат в железном порту и пионерлагерь в селе Красное. С декабря 2019 года рабочие завода были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Но после новогодних праздников оказалось, что завод продан и работы на родном предприятии для них больше нет. А уникальное оборудование завода будет вырезано на металлолом. В 10.30 того же дня колонна работников предприятия отправилась по проезжей части дороги к зданию Херсонской областной государственной администрации. С намерением потребовать встречи с председателем ОГА Юрием Гусевым. Представители завода были запущены в здание администрации, но сам председатель к людям так и не вышел. На встрече присутствовал один из его замов. Естественно, никаких существенных решений на этой встрече принято не было. Людям посоветовали обратиться в прокуратуру, забывая, однако, что председатель Херсонской ОГА является представителем президента Украины в Херсонской области, а также наделен определенной властью и полномочиями. Закрадывается вопрос, а кто же защитит рабочего человека в нашей стране? Все понимают, что вероломный рейдерский захват, но никого особо это не волнует. А тем временем предприятия пилят. Завод карданных валов является практически последним работающим предпромышленным предприятием Херсона. Мы будем следить за развитием событий и, естественно, информировать вас, наши зрители. Тем более, для нас это тоже очень животрепещущая тема. Так, как часть нашей жизни тоже связана с этим заводом. Людям же сил, терпения, выдержки. Держитесь. Главное не останавливаться. Херсонский город печально, печально. Ну вот, с добудки, так сказать, революции, с добудки независимости, к чему мы пришли за годы независимости. К полному упадку и обнищание. К сожалению, это так. Факт есть факт. Белла, не ломайся, не рассказывай мне майсы. Ты помнишь, Белла, как в Херсоне мы давали изумительный гастроль? Хрусты летели и летели, а мы с тобой давно вспотели. Мы танцевали нежный танец с карамболем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова